Здравствуйте, друзья! С вами Александр Великий. Это уже мой третий обзор Рахи 2001 года. И тем не менее, я не перестаю удивляться этим набором. Муака и конера самый крупный из них по количеству деталей. И, как вы сейчас убедитесь, ни одна из них не была использована напрасно. Справочную информацию вы видите на экране. Теперь давайте рассмотрим набор подробнее. Дорогие друзья, я не знаю, как сдержать свои эмоции. Головы этих Рахи потрясающие. Дизайнеры, используя простые детали, смогли создать выразительнейшие образы. Я смотрю на эти морды и верю, что это морды живых существ. Далее между передними лапами есть бугор, как у настоящих животных. Сами лапы благодаря трубкам получились объемными, чувствуется их мощь. Не совсем понимаю, зачем там черные стрелочки из Блэктрона. Выглядит нереалистично. Кстати, об этом. Вся задняя половина тел Рахи производит впечатление прямо противоположное предыдущему. Ладно, дырень. Это пространство необходимо для механизма. Но гусеницы! Хорошо, хоть не колеса, а то приходилось бы тряпочкой прикрывать, чтобы не видеть. Я постоянно думаю о том, как изумительно бы выглядели Муака и Кайнера, если бы целиком были проработаны на таком же уровне, как их головы и передние лапы. Иронично, что Муака, мутированная висораками, имеет как раз 4 лапы. Видимо, такова цена. Это единственный набор линейки, в котором представлены два разных вида Рахи. Впрочем, отличий между фигурками это приносит не так много, как можно было бы ожидать. Носы, рога, уши и когти копыта. Мне больше нравится, как использованы детали в Муаке. У Канера слишком маленькие рога, а копыта не совсем на себя похожи. В отличие от когтей Муаки, которые будто в любой момент готовы тебя разорвать. Зато у БК более интересная цветовая гамма. Пожалуй, один из главных аргументов в пользу покупки этого набора – наличие двух зараженных Канохи. Больше вы их нигде не встретите. А жаль. Хотя бы по паре стоило доложить в каждый набор линейки ради соответствия сюжету. Дело в том, что Рахи сами по себе не горят желанием атаковать деревни Маторонов или охранять спрятанные Канохи. Муака и Канера в дикой природе вообще враги. Макута подчинял их своей воле с помощью масок, зараженных от контакта с Краатами. Трюк работает не только с Рахи, но и с Тоа или любым другим существом, которое носит Канохи. А таких во вселенной Маторонов огромное количество. Помимо этого, зараженная Хау пригодится для создания формы Тередакса, в которой он впервые предстал перед Тоа Мата. Функционал для Рахи на этот раз придумали довольно необычный. Это, конечно, не радиоуправляемый Манасы, но всё-таки. В механизме есть хитрый рычажок, который обеспечивает чёлканье челюстей. Пока голова идёт вперёд, нижняя челюсть оттягивается, и когда рычаг за ней упирается в шею, другая его сторона отпускает челюсть, и та возвращается на место. Принцип игры с этим набором отличается от всего, что было у остальных Рахи. Вы должны не сбить Канохи, а откусить её. Вместе с ней вытащится штырь, удерживающий лапу Рахи, и та отвалится. Брутально! Однако, бык, который атакует челюстями, правда? Это в тронении выученных уроков была плотоядная корова. А так быки должны бодаться рогами. Плюс мне не по нраву, как торчат головы с Канохи на плечах Рахи. Они выглядят очень странно и порой мешают механизму. Думаю, без них было бы лучше. Что же сказать в итоге? Функционал классный, но с оговорками. Выглядят Рахи потрясающе, но только наполовину. Впрочем, за одну только конструкцию голов я готов простить им любые недостатки. Возможно, на меня так действует контраст с современными наборами. Для сравнения, вот животное из первой линейки возрождённых Биониклов. У него нагрудник с рисунком вместо головы. ССП сна больше не способна. Хотя, не буду повторяться, в конечной составке будет видео, где я всё подробно высказал. Пока просто задумайтесь, на какой высокой ноте стартовало первое поколение Бионикл за счёт таких качественных, проработанных наборов, как Муака и Канера. Благодарю за внимание, дорогие друзья. Распространяйте это видео, подписывайтесь на мой канал, на мой паблик ВКонтакте. Заходите в блог. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok